всем добрый день дамы и господа с вами я комарач и всех рад приветствовать очередной серии надо много вам рассказать потому что я начал углубляться в данный проект и в третьей серии как бы не было ничего практически а в четвертой уже столько много всего уже видите гор наковальню плуг кучу корзинок тазы и уже мой клеем очень сильно расширен мне это конечно не очень сильно но достаточно уже для для старта видите что у меня уже есть небольшой огород и есть многое о чем можно рассказать и кучу кучу всего и знаете в одно видео не уложиться я буду как бы рассказывать это по мере просто своего ватсплея в эту игру в эту игру я планирую брать долго поэтому все кто меня будет поддерживать писать комментарии играть вместе со мной я буду очень рад а теперь по поводу этой игры она очень глубокая очень проработанная не смотрите что такая графика игру пишут всего лишь два человека но она настолько круто что знаете у меня язык не называется повернуть и повернуть точнее сказать это игрой назвать это игрой это очень сложный такой проект это как это вторая жизнь вторая вселенная но ты конечно сильно приукрасил но действительно проект очень отличный а теперь обо всем остальном для старта и вот я вам советую вот на старте сделать примерно вот столько корзин сколько у меня прям не поленитесь кто будет играть мне начинать сделайте они делаются ерунду на самом деле смотрите крафт корзином корзина так плетеная 8 веток 6 прутиков поначалу у вас мало будет место у меня кстати сейчас тоже не очень место много сейчас покажу вот это я уже вот смотрите 45 сумок уже сделал на восемь ячеек то есть я по восемь кожи уже собрал да это как бы место мне предоставляет огромные возможности сейчас это вот такое количество места но 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 еще не забываем что дополнительное место на старте может позволить вот такая вот корзина вот которую вы можете таскать над головой 24 ячейки это вообще просто ой прошу прощения дорогие друзья телефон просто на подзарядке тут рядышком лежит извиняюсь она для начала то что вам нужно да и не только для начала я и сейчас не пользуюсь очень классная вещь наковальня горный все остальное не успею обсудить в этом видео я думаю хотя может успею огород тоже очень очень важная вещь но копать его лопатой это невыгодно это просто вы охренеете но я советую когда у вас будут какие-то семена то естественно что-то старайтесь скопнуть лопатой высадить тот же самый лен лен советую высаживать в первую очередь и контролировать как только вырастет перекопали опять посадили и сделать сушилки сделать дубильные тазы вот это у нас получается кожа которая сейчас у нас высохла я вообще сделаю неправильно старайтесь чтобы у вас всегда было то есть было была вторая вот партия кожи то есть получается в 1 сняли вторую загрузили вот так вот видите чтоб не делать тройную работу чтобы вы делали именно вот так это экономит ваше время а время тут нынче очень дорого я уже наиграл более 20 часов в эту игру начал потихонечку разбираться и начинаю понимать что игра грандиозная реально ребят и тут есть пвп и боевки то есть вы смотрите вот бой да так нельзя да ну к примеру конакомбо проверить ну короче по мобам нужно здесь попадать ребят чтобы вы понимали надо бить этот комбо атаки комбо атаки дают стойки дают бафы их множество этих комбо атак ребята разбираться в игре разбираться что такое дубильные тазы вот это тоже совет сделать тоже вот сначала корзины потом сушилки и напоследок дубильные тазы зачем это нужно дубильные тазы вы сначала сушите кожу а потом ее отмачиваете как бы это странно не звучало да но то есть это так вы ее сначала высушили вы ее сняли со зверя кожа естественно там ну как ее надо подсушить да то есть от зверя высушить она высыхает потом вы ее отмачиваете и получается вот так какой-то не очень честно такой круг понятно да вот допустим в реале не так хотя эта игра очень приближена креала но к примеру можно этот подумать что и такой тоже происходит как так есть тут в этой игре есть много багов много фризов она плохо оптимизирована она подвисает она жрет много оперативы она видна иногда у меня под лагу и проваливаются фризы даже на моем науте шестиядерном процессоре intel и оперативы в 6 гигов то есть вы понимаете да что такая игрушка которая вот она надо оптимизация нужно работать вообще много над чем нужно работать но ребят когда вы начнете разбираться нас в этой игре и поймете что здесь только силу что за голову можно ухватиться вы поймете что блин блин вот это проект вот реально вы вот так скажете потому что игра она бомбовская так ну говорить можно очень много давайте посмотрим сушилки сушильная рамка вот вот такую штуку делайте обязательно и большая сушильная рамка навык выживания 25 нужно что такое навыки мы предыдущих видео с вами как бы пытались много чего сделать смотрели сталкивались с проблемами сейчас у меня навыки в принципе так более менее прокачанное что-то уже дают сделать выживание давайте посмотрим вот он но у меня 11 навыки это очень полезная вещь и все они качаются естественно крафтом различных вещей и еще есть витамины вот эти вот витамины вот белки белки жиры углеводов фосфор кальциям а это все витамины вы когда кушаете какую-то еду они вам дают витамина но это я буду делать отдельные гайды и потом уже буду объяснять потому что реально много говорить это пример уж все просто вы съедаете вот такой вот гриб на шашлык вам он дает 2 с половиной магния и естественно этот магний ну то есть из-за этого то что у вас получается в крови вашем организме присутствует вот этот вот витамин вам быстрее и проще прокачать профессию определенную примеру кулинарии но это все потом ребят это у нас чистые летсплеи поэтому здесь прям какие-то глобальные вопросы разбирать не будем в обучалках уже буду рассказывать все вообще полностью а так будем продвигаться и по ходу продвижения буду говорить что и как так сейчас я даже не знаю что может быть еще сушильных рамок подставить вот у меня сейчас кожа есть я могу кстати наверное сейчас еще сделать сумку 4 да я могу сделать еще сумку чтобы вот так вот перемещать это надо control shift задерживать и вы автоматически какой-то вид предмета перемещайте к себе в инвентарь тоже полезная вещь так мешочек вот мешочек x8 вот видите в руках нож надо держать смотрим вот он экипировать старайтесь сделать все инструменты по максимуму у меня видите уже медные инструменты я себе смог позволить уже сделать медный настолько я уже прокачался и ими пользоваться теперь открываем еще один мешочек вот так вот хлобысь отличненько еще одно место дополнительно а представьте если будет не знаю таких мешков целая куча сразу хочу сказать что у вас корзин будет миллионы у вас будет всего миллиона и к этому нужно будет готовиться как-то вот готовить к себя себя к этому давайте сейчас пойдем еще наверно поохотимся за кожей потому что это вот shift z она скрывает полностью все она б на английскую просто можете убрать этот скажите пожалуйста все вот эти вот ваши сумки открытые цветы выгодно собирать выгодно собирать траву заработать денег и здесь в принципе не проблема high level и не любят работать ну в каком плане то есть они не любят собирать цветы может быть я потом тоже буду такой ленивой задницей цветы траву камня не любят это делать это собирать и кто как кто не как новички могут это все делать естественно только новички и новички очень хорошо это продают чат здесь живой люди здесь общаются ну то есть относительно как бы определенно конечно времени людей здесь играет немного сразу хочу сказать человек где-то наверное 50 это наверное будет максимум мир здесь карту мы смотрели мир не очень большой но где-то вот отсюда чтобы досуна добежать но надо минут семь то есть ну как бы да вот расстояние на расстояние но до угла на то минуту будет где-то 12 13 бежать от на его дома то есть как бы да можно немножечко рассчитать и понять что мир еще не такой уж и маленький как бы норма нормальный криппы мир атака запрещена почему наверное потому что я нахожусь на чужой территории в чужом клейме ладно не будем вот волк есть мы его сейчас атакуем с вами то самый самый первый самый начальный волк только нам нужно уйти с воды не люблю я сражаться где-нибудь в реке раз так у меня комбо атака вообще не получается если честно офигеть нас сейчас забьет волк да вообще 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 как-то все плохо если честно я так давно не сражался с обычным волком сейчас вы потрошите это автоматически кладется корзинку надо реально сделать несколько гайдов по этой игрушке потому что игра стоит свечи определенного цен я вот не помню она убегает или нет семья когда вы на нее нападаете сейчас как раз таки проверим да она убегает и мы за ней будем бежать далеко если честно и еще немножечко подкрутили скорости животным сейчас животные бегают быстрее раньше они бегали медленнее сейчас вышло обновление небольшой патч и бегают они теперь быстрее есть не ее подловил вообще она останавливается можно подождать она становится так бабочка 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 как ее поймать вот вот как поймать бабочку я не знаю если честно но бабочки тоже нужная вещь они нужны для свитка у лошадь ребята вот у меня кстати с лошадью все плохо у меня постоянно люди которые старички которые давненько тут играют я уже тут познакомился прошу прощения познакомился много с кем пообщался они как бы любят немножечко подгадить они могут убить вашу лошадь могут угнать плуг почему не плуг стоит как бы закрыт и видели потому что него могут забрать прийти то есть они любят вот такую ерунду я если честно такое как бы не сильно понимаю ну как бы не очень признаю такое но в принципе чтоб скучно не было допускаю если бы у меня не было к примеру плуга да и я новичок я бы так залез в чей-нибудь клейм и постарался бы найти лук а потом бы резко его нашел я бы конечно бы тоже предпринял что-нибудь такое ну типа стырить плуг но я сколько не лазил по чужим клеймом я не нашел чтобы плуг не был где-нибудь закрыт заперт или спрятан поэтому все стараются его прятать вот почему-то у меня сейчас не получается сделать стойку вот на тройку потом на двойку все равно не получается то есть чтобы вы понимали стойка это дает вам баф а вот получилось но уже поздно 3 4 2 уже слишком поздно если честно я умею забил корову вы вот вы смотрите сейчас пвп да вы ну точнее как пвп охоту вы понимаете да насколько вот вот это вот пиксельная игра она продумана вы только представьте надо как-то как-то подумать да и зачем как-то персонаж может промахнуться может промахнуться мог с реальными игроками та же самая канитель то есть не круто ли это для такой пиксельной игры может быть понимаете может быть кто-то и не понимает этого кто-то скажет а ладно ты друг это но у таргетом система да и и там уже этих систем там куча там еще что-то да я согласен но вот в этой игре ребят в этой пиксельной игре которые написали два человека ее написала муж и жена но так как и пишут о нее до сих пор они не забросили проект они в этот выносят я уже знаете юридическим языком говорю они обновления постоянно выпускают и эти обновления действительно гудны не пытаться что-то править что-то рисует добавляют и хочу сказать что практически все в этом мире нарисовано рукой жены а муж писал код ну как бы внедрял в игру вы представьте сколько вложено труда в этот проект и только потому что допустим мало или допустим а так есть очень мало рекламу этому проекту он по-настоящему недооценен а игра она действительно крутая поэтому будет очень много флот сплея будет много обучалок ухты блин вот так вот можно умереть ребята если честно повезло будет много лет сплеев будет много обучалок естественно время от меня как бы ускользает уходит у меня не очень много времени на снимать я буду проект мне настолько полюбился настолько понравился что сто процентов будет видосы будут их достаточном количестве и будем с вами стараться писать какие-то гайды общаться в комментариях если конечно будут люди которые будут этого хотеть и будем пробовать новичкам давать какую-то информацию потому что если найдут кстати там ищут команду семья разработчиков ищет команду людей которые будут им помогать продвигать проект и в принципе это правильно потому что чем больше получаться проект расширяться что-то придумывать много всего надо делать для тех же самых баги да допустим которых тут много их надо фиксить баги надо исправлять надо какие-то обновления вводить еще что-то и все это на это все нужно огромное количество времени и ребят игра в стиме игра в стиме и она бесплатно поэтому каждый может зайти и каждый может в нее поиграть я прям настоятельно рекомендую кто еще не пробовал не играл и не думайте что меня там купили или что-то еще нет хотя я был бы не против чтоб меня купили но ребят проект того стоит я его вообще так рекомендовал бы в любом случае потому что вдвоем сделать такую замечательную игру продуманную видите как мы начали играть и нас волк один отделал сейчас вот вроде более-менее как-то этой смогли реабилитироваться овцы и свиньи не драпают от их тоже можно упасить но ой 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 я забыл переключиться на копье потом и их тоже можно убегут вот видите все драпача плюс того что на лошади мы сможем догнать подождать когда она становится и естественно и и потом добить вот в этом плюс лошади вот она состоялась вот когда вы будете пешком бежать это будет сделать очень проблематично все было бы прикольно если бы сделали какую-нибудь панель там внизу там инструментов еще что-то который там инвентарь не занимает к примеру много чего можно придумать много идей много всего можно сделать но на все надо как бы время нужны силы а если так понимаю эта семья да вот как бы пишут два человека то нужно понимать что еще 6 семья я думаю еще 6 дети и это их единственный проект первый и единственный то есть у них больше нету проектов на которые они там распыляются тратят куда-то свое время они вкладывают все свое время в один проект меня это вообще прям очень сильно подкупает так я думаю вот этого кота и вот этого волка надо загасить и пока что наверное сегодня хватит так у нас не получилось стойка ухухухухухухухуху смерть близка на волка нападать на того я думаю не будем все таки потому что можем погибнуть хотя знаете пытка не пытка может еще и получиться хотя у нас скоро сейчас замедленно потому что у нас перегруз перегруз тут и тут на перегруз только тут вообще столько всего влияет вообще ребята вы бы знали не мы еще от него даже можем убежать да все мы умерли ну короче если умираешь воскрешаешься здесь вот я не помню в предыдущих видео я такого показывал не показывал умирал я не умирал в ней видео точно умирал пару раз потом горит могилка вот это надо бежать ее там разрушать это дебильный значок он будет гореть из внутря у вас ничего не теряется единственное в чем вы теряете это витаминах если у вас много витамин вы половину теряете хочу сказать сразу кто думает что это ерунда это не ерунда ребят это очень плохо они корзину я походу еще потерял над башкой вот черт придется за ним возвращаться ну ладно сейчас я буду возвращаться за корзину вам желаю всем удачки до встречи и подписывайтесь на канал комментируйте видео всем скорых встречу